Ну что, друзья, это Флоренция, душа художника, известный город, его же прославили в определенные века художники, которые известны на весь мир, это Микеланджело, Донателло, Рафаэль и Леонардо да Винчи. И это не черепашки-ниндзя, так звали известных художников, например, Донателло и Микеланджело считали себя скульпторами, Рафаэль был живописцем, самым известным, один из самых лучших в свое время. В общем, сама Флоренция уникальна тем, что когда вы гуляете по городу просто так, хотя здесь очень много музеев, ощущение возникает, что вы в каком-то 15 веке находитесь, ну в 18-м. А вот сейчас я показал бутик Гуччи, и вот сразу же с левой стороны здание, это штаб-квартира Сальваторо Феррагамо, известный итальянский обувщик, там музей находится, ну и сразу же бутик. И в общем, пока вы идете к реке Арно, то можно встретить здания, которые похожи на как будто бы средневековые замки, вот как это. Дело в том, что раньше во Флоренции богатый человек строил себе дом внешне более грубым, то есть он не был, не выглядел богато, зато внутри обстановка была чрезвычайно богатой. Итак, вот река Арно, мост, который виднеется, это Понте-Векьо, одна из визитных карточек Флоренции. Древний мост в 14 веке был построен, сохранился до наших дней, и вот я снимаю набережную, она уникальна, очень маленькие тротуары, ну все как в древних городах. То есть побывать во Флоренции, как будто бы вернуться назад на 5 веков, ну так, округленно. Тот же Понте-Векьо, только с обратной стороны. Кстати, внутри я там отснимал, там не очень красиво, темно, несмотря на это, там продают роликсы, кортье. Итак, следующая остановка, это галерея Уфицы, и здесь мы задержимся, потому что это уникальное место. Здесь есть работы великих мастеров эпохи Возрождения. Ну вот, встречает нас уникально хорошо проработанный барельеф, скульптура. Хочу сделать обзор на этот шедевр. Здесь сюжет в том, что Геракл борет кентавра. И уникальная, уникальность скульптуры в том, что здесь придуманы мало того, что хороший сюжет, реализм. Обратите внимание на тонкость обработки, шлифовка. И самое главное, сейчас скажу, что это все из куска мрамора сделано. Вот это самое крутое. Идем дальше. И вот, знаете, здесь вот известная картина, я не помню, кто написал, но даже не подойти, посмотреть. Настолько большой ажиотаж. Здесь коридор с расписными потолками. Что-то это напомнило мне Ватикан. В этом зале можно наблюдать картина «Весна» Боттичелли. И его же картина «Рождение Венеры» известная. Я бы даже сказал, супер пропиаренная. В галерее Уфицы также очень красивые интерьеры. И что любопытно, для того, чтобы посмотреть вот в эту комнату, где я сейчас снимаю, необходимо отстоять большую очередь. И вот это странно, потому что, в принципе, этот интерьер, ну, может сравниться с интерьером в Эрмитаже. Поэтому это не совсем интересно. Но кому-то очень нравится именно в подобных музеях наблюдать интерьеры. Я же здесь скорее искал предметы искусства. За окном река Арно. Вид на город. Красивые домики Флоренции. Скульптура Амур и Психея. На мой взгляд, уникальная. Также вот локация по периметру скульптуры. Красивые потолки. Людей не так уж и много. Их, ну, достаточно, но не так уж и много. Мы с утра пришли в галерею и, в принципе, без очередей прошли, посмотрели. Итак, очередной обзор уникальной скульптуры. Это Галатея, которая олицетворяет Спокойное море верхом на Гиппокампусе. Это морская лошадь. И, кстати, такие морские лошади очень хорошо выполнены, как скульптуры в фонтане Треви в Риме. На мой взгляд, скульптура очень хороша. Следующее. Это Лаокон и его сыновья. Это скульптурная группа. И сам Лаоконт в греческой мифологии – жрец, бога Аполлона. Еще кабанчик. Это один из символов Флоренции. Не знаю, почему кабанчик. Итак, мы вышли в внутренний двор галереи Уфиция. Здесь вот открывается такой вид на башню с часами. Ну и все. Закончено посещение галереи. Все было круто. Как вы видите, в городе светло, ясно. Дождя уже нет. На площади здесь очень красивые скульптуры. В разных стилях. Очень детализированные. Хочу заметить, также много людей. Ну, сейчас где-то час дня. И это такой туристический бум. Ну, вы представляете, во Флоренцию едут люди со всего мира. Хотят увидеть шедевры своими глазами. Ну, я бы даже сказал, что это музей под открытым небом. То есть, не обязательно заходить, смотреть галерею, когда здесь так красиво, но многолюдно. Итак, ладно, друзья, до встречи в следующей серии о Флоренции.